Произведение семи извержений, так называемое, происходит у мужчины, когда у него есть тревожное состояние. Соответственно, эта тревога заставляет либо быстро испытывать пик наслаждения, тогда сперма быстро истекает, либо наоборот, бывает пролонгированное семи извержение, когда никак не может наступить семи извержение даже от 10-15-20 минут усиленных фрикций. Это немножко другое расстройство, но тем не менее они очень близко стоят. Бывает реакция по быстрому типу, бывает реакция у мужчин по замедленному типу. Надо смотреть, с чем связана тревожность. Очень часто тревожность, отображающая на сексуальной сфере, она связана больше с социальным полем. То есть человека что-то беспокоит на работе и хронические ситуации его заставляют тревожиться. То есть с деньгами все время что-то не клеится, или партнеру все время подводит, или вообще какая-то у него очень эмоционально напряженная работа, и таким образом он либо никак не может расслабиться, и поэтому расслабление в сексуальной сфере быстро наступает. Соответственно, этот цикл иногда замыкается, и качество сексуальной жизни начинает страдать. Либо он никак не может расслабиться, да, и наоборот никак в семяизвержении у него не может наступить. Здесь вот два типа реагирования существует, как расстройство. Но в любом случае это проявление душевного дисбаланса и наличие тревоги, которая таким образом проявляет себя, потому что мужчина иногда не замечает, что он находится в тревожном состоянии. И вот только таким способом его подсознание иногда до него, так сказать, доходит, да, достучится, что он задумался наконец о своем здоровье. Лучше, чтобы это было семяизвержение, чем это был бы инфаркт или инсульт, или еще какое-то тяжелое заболевание. Поэтому лечиться это путем восстановления душевного баланса. Человеку нужно научиться расслабляться вне секса, то есть уметь медитировать, уметь входить в трансовое состояние, где ему просто так хорошо. И делать он должен учиться это осознанно. Тогда, расслабившись с помощью определенных упражнений или самогипноза, он точно также себя будет вести в социуме и тоже точно также начнет себя вести в сексе. И потихонечку вот этот баланс опять придет в норму, и преждевременная эвакуляция исчезнет.